Всем привет! С вами Даша. Сразу прошу прощения за естественное освещение. Сегодня мне захотелось снять именно с ним. И солнышко вышло неожиданно, хотя весь день был пасмурный. И сейчас будут какие-то манипуляции проходить солнцем явно уж. Но сегодня я хочу вам рассказать о ежедневнике для студентов. Я вам покажу на примере своего ежедневника за четвертый курс. Но сегодня я доделала кое-что новое, что вам можно показать и рассказать, как можно организовать свою жизнь. Я универ уже закончила. Все мои видео о боссах, о дипломе, о моих ощущениях, о последней неделе в универе у меня есть влог. Все эти влоги есть в плейлисте универ. Я его оставлю внизу в описании. Но сегодня мы переходим к этому. У меня ежедневник bullet journal. Но на самом деле сейчас стали многие фирмы делать ежедневники именно в мелкую точку. И я вам советую именно такой. То есть это полностью белый разворот и мелкая-мелкая серая точка. Данный ежедневник я покупала в республике рублей за 400-500, то есть совсем недорого. И как же, собственно, нам организовать всю нашу жизнь? Данное видео подойдет либо уже кто учится и никак не может найти свою идеальную систему планирования, либо вы абитуриент, и вы только вот пойдете в сентябре на первый курс, и вы абсолютно не знаете, как, что, что нужно записывать, что нужно делать, потому что со школой это не имеет ничего общего. И то есть абсолютно тут другая система. И свою я выработала далеко не сразу, и куча ежедневников были перечеркнуты, испорчены. Но сейчас вам покажу то, что вам действительно в 90% случаях понадобится. Первый пункт, то, что я вас мотивирую сделать, это просто календарь. Да, у меня это просто календарь дней, чтобы понимать, что когда, если вам удобно, вы можете что-то прямо поверх этого календаря отмечать, какие-то важные даты, типа, например, сессию, сдачу контрольных и так далее. Но у меня это просто календарь, я его чертила от руки. И достаточно долго это, у меня ушло на это много времени. И вы можете это, собственно, вклеить, что-нибудь такое сделать. Но первое, что я вам хочу сказать, вам нужен календарь. Следующий разворот, какой я вам предлагаю сделать, это информация о преподавателе. Если вы смотрели мое видео, как выжить первокурснику или что-то такое, я на него ссылку тоже оставлю внизу. Я там давала рекомендации, как учиться хорошо, как зарекомендовать себя в универе и всякое такое. Вам нужна информация о преподавателе. Я ее сделала вот буквально сегодня, чтобы показать вам. Обычно она у меня была в электронном виде, но сегодня предлагаю вам организовать это в ежедневнике, потому что ежедневник максимально всегда под рукой, и вы можете в любой момент открыть. Что я предлагаю сделать? Это такая таблица по каждому из предметов, потому что в универе каждый предмет ведет свой учитель, это логично, да. Фамилии, имя, отчество на лекции, на семинар, преподаватель, кафедры, имейл, телефон, ресурсы, потому что в универе очень много дают ресурсов, типа почитайте это, почитайте ту статью, ту книгу и бла-бла-бла. Так, экзамен или зачет, потому что тоже надо понимать, каким предметом нужно уделять чуть больше внимания, на какие можно забить. Вот, и требования. То есть у каждого преподавателя могут быть абсолютно свои требования, и чтобы их не забыть к концу семестра, а я вас уверяю, если вы не запишите, вы это забудете. Потому что я всегда самонадеянная, прихожу на первую пару, а, да, это легко, я запомнила. А потом судорожно в конце семестра спрашиваю там у всех своих подружек, блин, 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 а какие там требования к реферату, а какой шрифт, а какой отступ. Короче, все просто запишите в маленькое окошко и вообще забудьте про это, просто потом вернетесь и посмотрим. Я предлагаю такой разворот организовать по преподавателям, чтобы понимать, кто он, что он от вас хочет, как с ним связаться. Следующий разворот – это информация о предметах и расписание занятий. Сегодня я сделала такой более красочный и понятнее, визуальнее таблицу, я сделала. Покажу, как использовала я, но я делала абсолютно примитивный. Я думаю, вот как я вам предложу сегодня, это будет более наглядное изображение. То есть мы на одном развороте пишем информацию о предметах. Это просто предмет, фамилия, имена, отчество преподавателя, чтобы еще раз не забыть, и аудиторию, в котором проходит этот предмет. И на противоположной стороне расписание занятий, то есть большинство в вузах организованы именно четные и нечетные недели, то есть эти недели чередуются. Я предлагаю за каждым предметом закрепить свой цвет и вот так вот маркером штриховать, чтобы сразу наглядно понимать. И вот о информации о предметах, которые находятся на противоположной страничке, вы можете сразу по цвету все соотнести и посмотреть. Очень наглядно получается и классно. Сейчас я покажу, как это было у меня. На самом деле я вообще супер примитивный человек в этом плане. У меня просто были записаны подряд фамилии, имя, отчество и предметы. Далее расписание у меня было тоже софиксировано на одной страничке просто тупо текстом. То есть никаких табличек красивых я не делала. И также, я не знаю, насколько вам это актуально, вот я тоже вам покажу то, что вы можете принять для себя. Это такая табличка с вашими баллами. То есть мы баллы получали за первую аттестацию, за вторую аттестацию и сколько получалось и того за экзамен. То есть я тут все записывала, чтобы следить, сколько, почему мне надо там еще добрать баллов. То есть вы такую табличку тоже можете сделать для себя. Вы не думаете, что это всего слишком много, переполнено. На самом деле нет, вы сделаете это один раз, потом скажете себе в дальнейшем спасибо и забудете. Единственное, что нужно делать постоянно, это развороты на месяц, на неделю, то, что я покажу дальше. Это то, что будет прям рабочая лошадка. Вы можете на самом деле это как-то супер красиво не оформлять, потому что, ну то есть это вы будете постоянно там черкать, перечеркивать, что-то переносить и так далее. Я вам предлагаю сделать разворот на месяц. То есть вот вы сейчас видите, как на экране у меня организовано это. По окошкам я пишу там, допустим, какие-то самые основополагающие вещи, когда что надо съедать, когда надо пойти в универ, какие дни не нужно в универ и так далее. Какие-то просто самые-самые главные значимые вещи. Далее мы переходим на неделю. На каждом листе у меня организована одна неделя. Также продублированы часы учебы в этот день. И уже что надо сделать, какие ДЗ, что там, куда книгу принести, не принести, сходи в библиотеку, там, я не знаю, сделать презентацию. Все-все-все, все мелкие задачи можно вписывать вот уже в планы на неделю. У меня всегда вот в планах на неделю были перемешаны мои личные задания и задания по учебе. Но я знаю, что кому-то это не подходит. Вы подумайте, удобно ли вам будет все это смешивать, типа, в одну какую-то кашу. Мне лично было удобно. То есть я смотрю на день и сразу вижу, что по учебе надо сделать, куда мне надо поехать, куда встретиться с кем-то. У меня это все было понапихано в одном прямоугольнике. Но вы можете сделать, там, как-нибудь отчертить и сделать исключительно, там, блок для учебы, блок, там, для себя. Например, вот этот вот прямоугольник разделить, там, пополам и вписывать про учебу и, там, про свои личные задания. Просто это была вся моя организация, которая нужна вот прям, я считаю, что всем, без каких-либо там приукрас, разрисовок, стикеров и всякого такого излишнего. То есть это просто то, что реально поможет вам жить, а не так, что, типа, я занимаюсь ежедневником. Еще, что я вам могу сказать, у меня почти всегда есть to-do list. То есть это просто по месяцам я просто в столбик беспорядочно, без какой-либо системы, просто вспоминаю, что мне нужно сделать, записываю туда. Вот буквально, что у меня было, это я не знаю, в какой месяц, это, наверное, декабрь. Эссе «Собственность», «Кейс собор хозяйства», «Изменения», «Монтаж фильмов», ну, то, что я свои какие-то личные планы писала, задание «Мусинова», задание «Закупки». Короче, просто полный спектр всего того, что вы можете записать. И потом вы смотрите, что вам нужно сделать за месяц, и раскидывайте уже на неделю, которую я показывала заранее, организацию недели. Я надеюсь, вам понравилось это видео, потому что прийти к организации жизни — это очень нужно, это очень правильно, и в универе это прям то, что реально облегчит вашу жизнь. Поверьте мне на слово, я проучилась 4 года, я... Как говорить на русском языке, извините, простите, я закончила универ. Это то, что придаст вашей жизни структурированность и явную продуктивность, потому что вы не будете всё постоянно держать в голове, всё забывать, опаздывать и бла-бла-бла-бла. Если вам понравилось это видео, поставьте палец вверх, мне будет безумно приятно. И также подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить дальнейшие видео. А я напоминаю, что у меня есть, 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 инстаграм, в котором я тоже говорю про учёбу, говорю много про отношения, показываю свою жизнь. И есть телеграм-канал, в котором мы прям обсуждаем супер-супер личные темы, о которых я не говорю нигде. Вот, и все ссылочки вы можете найти внизу в описании. С вами была Даша, всё, встретимся в следующих видео. Комп вырубился. Всё, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok